Добрый день, коллеги! Сегодня мы снова обращаемся к теме переупаковки учебного контента. Этот вебинар является частью треков о переупаковке. Мы с вами работали с видео, работали с презентациями и сейчас подошли к теме создания рабочей тетради. Сразу в начале я скажу, что сегодня, в отличие от предыдущих вебинаров, я буду показывать свой экран, демонстрировать, как я сама работаю в конве, как сама создаю рабочие тетради. До этого мы не делали, работали на другой вебинарной платформе. Я давала вам инструкции, давала скриншоты. Эти же скриншоты будут и в презентации, которую вы можете скачать, ну а на вебинаре я покажу вам работу уже вживую. Если будут какие-то вопросы по теме вебинара, не стесняйтесь, задавайте их сразу в чате. Я буду сама задавать вам некоторые вопросы. Надеюсь, у нас с вами получится очень интересная беседа. Итак, начнем мы с того, что определим для себя, что такое рабочая тетрадь. То есть, с одной стороны, оба слова в этом термине знакомы, с другой стороны, как правильно определить, что является рабочей тетрадью, а что рабочей тетрадью не является. Ну вот в первую очередь я введу такой термин, как артефакт, материальный носитель. А рабочая тетрадь может быть, конечно, и электронной, цифровой, но изначально в первом своем смысле это все-таки материальный носитель. Сейчас с развитием онлайн-образования артефакты могут быть не только реальными физическими копиями, но могут быть и цифровыми. Итак, рабочая тетрадь в первую очередь – это артефакт, с которым наша аудитория самостоятельно работает. Это очень важно, самостоятельная работа. И почему мы говорим о рабочей тетраде в рамках переупаковки контента? Потому что то, что мы выдаем на своих занятиях, то, о чем мы рассказываем, мы дублируем в той или иной переупакованной форме в рабочей тетради, для того, чтобы наши с вами ученики, студенты могли структурировать то, что вы рассказываете, законспектировать важные для себя моменты и, возможно, в дальнейшем использовать их при самостоятельной подготовке, запоминать важную информацию. Ну и, конечно, выполнять какие-то упражнения. Обычно про рабочую тетрадь говорят либо в смысле сборника упражнений, либо в смысле конспекта, подготовленного преподавателем. Но я считаю, что лучше всего работает та тетрадь, в которой сочетается сразу три разных формата. Первый из них – это, собственно, теория. То, что вы рассказываете, то, что вы показываете на своих занятиях, вы переупаковываете в текстовый вид. Мы с вами уже говорили о том, что кто-то лучше вас понимает на слух, кому-то удобнее читать тексты, кому-то больше нравится смотреть видео, кому-то нравится конспектирование. И если вы делаете к своим занятиям дополнительно рабочие тетради, вы помогаете тем ученикам, у которых другие привычки к восприятию информации, внимательнее слушать вас и лучше понимать то, что вы преподаете. В теории могут содержаться какие-то термины и определения, то, что нужно выучить наизусть и знать. Тезисы. Могут быть какие-то факты. Ну и, конечно, в теории могут содержаться ссылки, то, что ученики могут прочитать и изучить самостоятельно. Обычно, если это тетрадь в электронном виде, ссылки можно сделать реальными при нажатии на них, чтобы человек переходил на нужный сайт, на нужную книгу. Если тетради в качестве физической копии используются, то можно делать QR-коды, как я обычно делаю в некоторых своих пособиях. Хочу показать вам сразу несколько примеров. Не только теория, но и сразу практика. Вот так может выглядеть страничка рабочей тетради. Это именно теория. Здесь идет рассказ о нескольких приложениях. Сразу про каждую из них немного более подробная информация расписана. И если говорить о качественной верстке, то вот эта страница – это верстка под экран телефона. Такая рабочая тетрадь будет хорошо смотреться на экране телефона. Достаточно крупный текст, удобно на мобильном просматривать. Если бы это была рабочая тетрадь для экрана, или тем более для печати, конечно, контента было бы больше, текст был бы мельче. На рабочей тетради в качестве теории может содержаться и структура какого-то целого курса. Сразу вы прописываете какие-то блоки, какая информация. И вот, например, у нас в Силомеде, когда мы делаем некоторые мелодические пособия, мы используем для рабочих тетрадей наклейки. Когда ученик какую-то тему изучает, он в свою рабочую тетрадь, в свой рабочий квестбук, как они у нас называются, вклеивает соответствующий стикер. Так он отвечает те темы, которые он прошел, и видит, сколько тем ему еще осталось изучить. И еще один пример рабочей тетради. Здесь тоже теория, но теория сделана немножко в нестандартном виде. Здесь к рабочей тетради прикреплены аудиофайлы. То есть каждый значок с цифрой и описанием это ссылка на какой-то конкретный аудиофайл, а справа от него идет просто краткое описание, о чем будет речь в данном кусочке подкаста. То есть тоже теория, но здесь не только вариант с текстом, но и вариант с аудио. Как видите, теоретические блоки в нашей рабочей тетради могут быть очень и очень разнообразны. Это был первый формат, который мы используем. Второй формат тоже очень и очень важен. Я считаю, что, наверное, это одна из основных функций рабочей тетради. Это блоки для конспектирования. Конечно, конспект ученик может вести просто в тетради, но когда он использует обычные строчки, чтобы записать текст, пишет его линейно, информация в голове может укладываться не самым лучшим образом. И вот рабочая тетрадь помогает структурировать блоки с учебным контентом. И если вы будете делать собственную рабочую тетрадь, обратите внимание, что информацию лучше в ней подавать небольшими порциями, делать небольшие блоки, куда студенты могут записать важные для себя мысли. Вот такой пример. Это сплошная страница текста. Это типичный рабочий лист, то есть часть рабочей тетради из примеров, скорее всего, американского образования, когда делаются специальные бланки для таких мини-сочинений, небольших эссе, и здесь сплошные строчки текста. Когда у нас нет творческий процесс, да, удобно делать просто строчки текста, чтобы люди себя не ограничивали в мысли. Но если мы просим их именно законспектировать информацию, то нам нужно разбивать ее на отдельные структурные блоки. Вот этот, например, рабочий лист, это уже мои разработки для наших методических пособий. Мы разговариваем о приукрашивании реальности, о том, почему мир выглядит в социальных сетях одним образом, а в реальности другим образом. И для того, чтобы лучше запоминать какие-то тезисы, а для того, чтобы материал занятия лучше укладывался у студентов в памяти, они записывают вот специальным образом выделенные блоки. В формате диалога противопоставления реальности и социальной реальности. В формате, вот ниже, напишите обратное утверждение тому, что написано уже на рабочем листе. Это очень хорошо позволяет уложить основной материал в памяти. То есть сначала студенты проговаривают, а потом они записывают в своей рабочей тетради. И еще один вариант, тоже место для конспектирования, но уже представлено в виде интеллект-карты, когда важно даже не то, что вы записываете, но и в какой позиции находится то, что вы записали. Кстати, обратите внимание на одну из особенностей вот этого примера. Я уже говорила раньше, что рабочие тетради нужны для самостоятельной работы. Это предмет, который принадлежит ученику, студенту, который используется им так, как он считает нужным. Но вот в этом конкретном примере авторы рабочей тетради просят после заполнения странички фотографировать ее и выкладывать через ГЭД-курс на проверку преподавателя. Это тоже подходит, который вы можете использовать. То есть именно фотография рабочей тетради будет служить доказательством того, что студент провел какую-то самостоятельную работу. И, наконец, последний, третий формат блоков, который можно добавить в рабочую тетрадь – это упражнения. То есть, собственно, практика, закрепление материала, контроль. Как раз контрольные блоки можно фотографировать и выкладывать для оценки со стороны преподавателя. Это будут небольшие практические задания. В первую очередь я обращаю внимание на самодиагностику, проверить, убедиться, что ученик обрел какие-то навыки. Это могут быть блоки для обсуждения. Например, при работе с презентацией, самопрезентацией в рабочей тетради могут быть записаны тезисы, которые потом студенты используют в дискуссии. Могут быть блоки для планирования. Например, планирование образовательного маршрута. Какой урок, какое задание он будет изучать и выполнять в следующем. Блоки с упражнениями, с практическими заданиями могут быть очень и очень разнообразными. Я тоже покажу несколько примеров. Вы можете предложить свои варианты в чате. Вот вариант как раз самодиагностики. Ученик оценивает свой профиль в социальных сетях и отмечает, соответствует определенным критериям или не соответствует. Листы самодиагностики в своей деятельности использую очень и очень часто. Это хорошо в начале занятия, когда студент оценивает себя. И в конце занятия, когда он может снова пройти по листу самодиагностики и понять, что изменилось в его восприятии, какие навыки он отработал во время того или иного занятия, семинара, тренинга. Следующий вариант, я думаю, всем знаком, это прописи. Точно так же рабочая тетрадь с отработкой конкретного навыка соединения букв, правильного написания элемента. Тоже довольно простой пример. Очень много рабочих тетрадей, конечно, рассчитаны на дошкольников и на учеников начальной школы. Но, например, прописи существуют и для взрослых, для каллиграфии, для того, чтобы изучать навыки леттеринга, работать тушью, пером и так далее. Еще один пример – это как раз планирование, когда можно попробовать составить примерный план. В упражнениях часто важны не только те поля, те блоки, которые студенты заполняют самостоятельно, но и примеры. Если у вас довольно сложное задание, довольно сложное упражнение, то хорошо бы на отдельной страничке скопировать его и заполнить для того, чтобы ученики понимали, что именно от них требуется. Например, для такого упражнения в рабочей тетради, конечно, хорошо бы показать пример заполнения. Ну и последний вариант, я нашла его не так давно, очень интересный сам по себе. Это тоже рабочая тетрадь для изучения углов. Здесь точно так же есть задание, и оно довольно объемно. Нужно найти все углы в определенном порядке, изображенные по рисунку. То есть, как вы видите, нужно вписать, чему равен угол, и в последнем столбце написать, согласно какой теореме, согласно какому правилу вы пришли к такому выводу. Очень хорошее упражнение. Оно довольно длительное, может использоваться в качестве, например, полноценной домашней работы и хорошо подводит итоги занятий по геометрии. По-моему, совершенно прекрасный пример. К сожалению, в отличие от многих других примеров, я пока не придумала, как можно использовать его в своей деятельности. Итак, ну а теперь, когда мы посмотрели примеры рабочей тетради, и когда мы решили, что для полноценной рабочей тетради нам нужно использовать в ней блоки с теорией, блоки для конспектирования и блоки с практическими упражнениями, давайте обсудим, какие правила есть при создании рабочей тетради, каким принципам нужно следовать для того, чтобы рабочая тетрадь была и удобной, и полезной. Я надеюсь, что сейчас вы будете активно отвечать в чате, и мы сможем с вами обсудить. Я выскажу свою точку зрения, а вы, пожалуйста, высказывайте свою. Первый вопрос для обсуждения – это сколько листов должно быть в рабочей тетради? Насколько она должна быть объемной? Есть ли необходимость для каждого занятия делать новую? Например, в конве большинство шаблонов – это один лист А4. Каждый лист – это какое-то конкретное упражнение. Например, обзор книги, решение математических задач, дневник наблюдения за погодой. Такие листы нужны, в принципе, не для коллекционирования учебного контента, а именно для практики. Выполнили задание, сдали преподавателю, преподаватель проверил, и все. Рабочая тетрадь подразумевает больший объем, до 20, лучше все в одном. Так, то есть не для каждого занятия отдельно, а общую для какого-то учебного модуля или раздела курса. Хорошо. Мое мнение совпадает в этой ситуации. Один лист для одной темы, да, возможно, это удобно, надо смотреть о том, как именно идет тема. Неудобно, если для каждого занятия нужно заново распечатать какую-то рабочую тетрадь. Удобнее, когда она предназначена для нескольких уроков. Во-первых, студент видит свой прогресс, сколько он прошел, сколько ему осталось. Вот мы, например, для этой цели, как я уже говорила, используем еще и наклейки. Во-вторых, он получает артефакт, вот этот материальный носитель, который затем можно использовать при повторении. Отдельные разрозненные листы имеют свойство теряться. Когда это все как-то скомпоновано в общую тетрадь, с ней работать проще. Так, зависит от урока. Можно поместить материал урока на лист, на разворотах бывает и несколько разворотов. Да, но в одной рабочей тетради несколько уроков. Зависит от аудитории. Про аудиторию, да, немного позже мы поговорим. Но в общем и целом подумайте сами. Аудитория, главный принцип дизайна мышления, это мы думаем так, как думает аудитория. Если перед каждым, например, вебинаром, мне, как студенту, нужно распечатать один или несколько листов, приготовить там блокнот или ту же рабочую тетрадь для записи, ручку, чашку чая, посмотреть, выполнили домашние задания, подготовиться к новой теме, это слишком много действий. Другое дело, что если мы предлагаем, например, распечатать те же 20-25 листов в начале учебного модуля и затем просим, пожалуйста, перед началом нашей видеоконференции достаньте вот свой рабочий тетрадь, повторите то, что вы писали на прошлом занятии и приготовьтесь записать новую информацию. Тут будет немного проще. Точно такой же подход с рабочими тетрадями используется и в бизнес-тренингах, в том числе и в официальных государственных центрах занятости. Делается большая рабочая тетрадь, естественно, это уже печатается в типографии, а не просто дается ПД для самостоятельной печати ученикам. И вся информация, все важное, что говорят спикеры во время занятий, пишется в этой рабочей тетради. Точно так же есть и контентные блоки, и блоки для конспектирования, и блоки каких-то упражнений. И после прохождения вот этого тренинга участник оставляет себе материальный артефакт. Это распространенная практика в бизнес-инкубаторах. Интересный ресурс для создания интерактивных листов. Есть возможность создавать рабочие тетради из листов. Да, хороший сервис, и, в принципе, вы тоже можете обратить на него внимание. То, что мы будем говорить, показывать в конве, в принципе, легко экспортируется и импортируется в другие сервисы. Отлично. Переходим к следующему вопросу. Должны ли рабочие тетради быть яркими и цветными? Насколько важен их внешний вид? Когда мы говорим о рабочих тетрадях для школьников, дошкольников, для начальных классов, то мы видим довольно яркие выразительные примеры. Очень много рабочих тетрадей, например, по математике, по стандарту КОС, то, что выдают в начальных классах, они тоже яркие, с выразительными персонажами. Но если мы говорим про обучение взрослых, если у нас довольно такая серьезная аудитория, идет бизнес-тренинг, или сидят студенты, которые учатся на какую-нибудь серьезную, важную, очень престижную профессию, должны ли быть рабочие тетради для них цветными? Насколько это важно для аудитории, и насколько это для аудитории удобно? С одной стороны, яркий внешний вид, он повышает настроение, дает какую-то дополнительную мотивацию. С другой стороны, по моему мнению, яркие цветные рабочие тетради не так удобны для распечатки. Опять же, мы исходим из того мнения, что студенты печатают для того, чтобы вести самостоятельно, и у большинства стоят, скорее всего, черно-белые принтеры. И в любом случае, проще распечатать черно-белую страничку. Опять же, некоторые студенты имеют привычку самостоятельно раскрашивать с помощью маркеров, фломастеров, и это некоторым даже помогает лучше запоминать материал. Так, все в меру должно быть и соответствовать аудитории. Да, конечно, я согласна, что какие-то мультяшные персонажи, миньоны, ледниковый период и все прочее, в взрослой рабочей тетради будет выглядеть довольно нелепо. Тетради для взрослых точно должны быть удобными, цветом минимум, чтобы зонировать темы, и даже при черно-белой печати однотонные цвета будут выделять блоки в тексте. Абсолютно согласна с Викторией, мне кажется, это самое лучшее мнение по данному вопросу. Да, яркое оформление важно для младших школьников, но не должно очень отвлекать. Все зависит от вашей аудитории, и если аудитория более рассеянной, более склонна отвлекаться на что-то важное, внешняя привлекательность артефакта, то чем аудитория взрослее и ответственнее, тем больше мы можем сосредоточиться именно на учебном контенте, а не на каких-то выразительных элементах дизайна. Еще один вопрос. Как мотивировать студентов распечатывать и пользоваться тетрадями? Да, вы действительно можете предложить файл, где все будет хорошо и удобно, но как убедить их распечатать и использовать на протяжении каждого занятия? Как вы считаете? Мне, например, с моей точки зрения, когда я вижу какую-то рабочую тетрадь, я всегда оцениваю, насколько просто с ней будет работать в распечатанном виде, насколько она будет экономна в распечатке, и уже потом решаю, буду ли я печатать или буду только мысленно отвечать на вопросы и в уме решать какие-то практические задачи. Для меня важно, насколько она сама по себе практична. Если есть какие-то задания, которые предполагают групповую работу, конечно, мне удобнее работать в распечатанном виде. Если какие-то вопросы предлагают размышления, исследования, мне удобнее работать в печатном виде. Если рабочая тетрадь имеет большие пустые поля, если распечатка неэкономная, шрифт слишком крупный, мне проще работать с ней на экране компьютера. Сказать, что не придется покупать дорогой учебник. В рабочей тетради консолидируется масса информации. Хороший вариант, согласна. Поместить задание для выполнения и проверки в процессе занятия. Отлично. С тетрадью работать проще и легче. Очень помогает при контрольной работе, при повторении. Да, тоже хороший вариант. Как вы видели в одном из предыдущих примеров, автор рабочей тетради просит фотографировать странички и выкладывать их для зачета практической работы. Да, весь материал потом останется с ними. Это очень и очень важно. Я неоднократно убеждалась, что если какую-то тему нужно освежить у голове, лучше всего помогает рабочая тетрадь, записи в блокноте. Но, например, я даже свой собственный почерк через пару лет разобрать уже точно не смогу. Рабочая тетрадь в этом плане удобнее. Проверять введение тетради на зачете. Это уже такой карательный метод. Есть молодцы, нет, не зачет. А тут надо все-таки немножко более добровольно. Можно внедрять какие-то элементы геймификации, какие-то дополнительные баллы за выполненные упражнения. Я думаю, тоже простой вариант у дошкольников, когда за выполненное задание им клеится наклеечка «Молодец!» и «Все счастливы! Мама, мама, смотри, у меня звездочка!» Так, тут смотря какая аудитория. Если люди учатся в полях с телефона, то лучше мобильная версия, ничего не печатать. А если люди у нас учатся дома или в классах, то перенести в тетрадь задание и подкрепить отчетом, который нужно отправить. Да, хороший вариант. И сразу отвечает на следующий вопрос о том, стоит ли отказываться от бумажных рабочих тетрадей в пользу электронных и интерактивных. Если действительно мы разбиваем учебный контент на небольшие блоки, если у нас практикоориентированное обучение, если мы делаем наши курсы таким образом, чтобы люди могли получать информацию порционно, здесь в чате, здесь в социальной сети, здесь небольшой видеофрагмент и так далее, то рабочая тетрадь лучше, конечно, в электронном формате. Если учеба в спокойном темпе, в спокойном режиме, если это довольно объемные занятия, то рабочие тетради лучше в бумажном виде. Интерактивные рабочие тетради удобны не всегда, потому что часто ученикам приходится осваивать какой-то новый сервис для того, чтобы с ними поработать. Интерактивными могут быть какие-то отдельные блоки упражнения, но еще не так много существует действительно удобных сервисов для интерактивных рабочих тетрадей. Здесь нужно уже исходить и из ситуации, и из тех сервисов, которые вы можете использовать в своем обучении. Отлично. А теперь я хочу показать вам, как, собственно, в конве можно создавать рабочую тетрадь. Как я и обещала, в этот раз, в отличие от предыдущих вебинаров, я буду показывать в режиме реального времени вот такой разворот рабочей тетради. Здесь четыре блока. Блоки с теорией я не стала добавлять, с практическими упражнениями, и блоки для конспектирования. Покажу, расскажу о листу. И сейчас, кстати, напоминаю, что в презентации, которую вы скачаете, все это будет текстом, картинками, и вы ничего не потеряете, даже если будете вспоминать материал только по презентации. Приглашаю вас вместе со мной перейти в сервис Канва. Пожалуйста, нажмите на огонек, если экран видно, если вы видите сейчас интерфейс Канвы. Благодарю. Итак, это мой аккаунт Канвы. И для того, чтобы найти какие-то примеры рабочих листов, то, из чего можно составить рабочую тетрадь, посмотреть и вдохновиться, нам нужен запрос «Рабочий лист». Это документы формата А4, вертикально ориентированные. Часть из них на русском языке, часть на английском. И, как вы видите, конечно, большая часть таких рабочих листов ориентирована на дошкольников и младших школьников. Но в любом случае, даже если вам эти примеры не подходят, вы можете найти здесь интересные варианты вдохновиться какими-то примерами. Например, выбрать удобные контентные блоки для того, чтобы конспектировали. Блоки с теорией, но они, в принципе, здесь довольно сами по себе обычные. Блоки с какими-то практическими занятиями. Есть некоторые блоки с геймификацией. Например, тоже один из любимых примеров – это бинго. Когда в рабочей тетради делается бинго-поле, и во время лекции или видеолекции преподавателя нужно вычеркивать те термины определения персонали, которые встречаются в речи учителя. Очень хороший вариант для того, чтобы ученики не отвлекались и сосредоточились на том, что вы рассказываете. Итак, различные контентные блоки. Некоторые шаблоны помечены значком рубля и надписью «Платно». Это не значит, что сам шаблон платный и требует премиум аккаунта. Это значит то, что в нем использованы некоторые элементы, на которых есть водяной знак, и которые доступны только в платной версии. Я выбрала один из вариантов. И вот обратите внимание, здесь я сейчас немножко увеличу. Вот эта вот картинка в центре, она составлена из нескольких, и верхняя как раз с водяным знаком. Если я попробую скачать этот вариант, он как раз предложит заплатить за изображение. Но если я удалю вот этот один-единственный элемент, то я смогу уже просто-напросто скачать без всяких ограничений. Итак, вот в этом примере мне нравятся вот эти вот спичбаблы. Форм, мне кажется, в них удобно записывать какие-то мысли, которые возникают у тебя во время прослушивания учебной информации. Я создаю новый листок, чтобы не портить на образце. И здесь на нем буду уже собирать какую-то информацию. Я решила, что у меня рабочий лист будет посвящен как раз сегодняшней теме, тому, что можно сделать в канве. Здесь в центре был портрет. Я хочу поставить в центре как раз логотип канвы. Вот я его включаю и сразу крашу в черно-серый цвет для черно-белой печати. Можно рабочую тетрадь сделать цветную. И уже потом, когда вы будете готовить итоговый файл, сразу перевести его в черно-белый формат и выложить для учеников цветной формат и черно-белый формат. Я же буду сразу делать черно-белый. Итак, вот у меня и значок канвы. И я с этого листа скопирую вот эти симпатичные облачка текста. Я стараюсь немного экономить место, располагать более плотно вот эти вот баблы, потому что если будет очень много пустого места, то для ваших студентов покажется печать такого файла не очень экономной. С другой стороны, если не будет совсем пустых областей, мы знаем, что в дизайне они очень-очень важны, студенты не смогут записать какие-то свои мысли, которые не укладываются в разработанную вами структуру. Поэтому здесь нужно соблюдать гармонию и между пустыми местами, и между какими-то уже сразу готовыми блоками. В этом варианте рабочий лист был цветной, и вот эти вот облачка для текста, они выделены слабым фиолетовым цветом, поэтому я хочу их сразу перекрасить. Я щелкаю по одному элементу, смотрю, где нужный цвет мне находится, и меняю его на черный. Он меняется на одном элементе, но вот здесь вот снизу, в левой панели, есть галочка «Изменить весь такой цвет на черный». Я включаю, и сразу все цветные элементы становятся у меня просто-напросто черными. Как я уже говорила, если какой-то сложный пример, если какие-то неинтуитивно понятные варианты, то можно добавить пример заполнения. Я в паре облачков напишу, например, где можно найти другие примеры рабочих листов. Так, вот я выбрала, чтобы было максимально похоже на тот пример, который я показывала вам на камеру. Вот 55 примеров рабочих листов. Это статья «Канвы», она так и называется, ее можно найти в гугле по запросу. Или если я предполагаю, что моя рабочая страница работает в электронном виде, я могу поставить сюда просто-напросто активную ссылку. Вот верхний блок, это только половина страницы. Я занимаюсь специально только половиной страницы. Это то место, где можно конспектировать во время вебинара, записывать те мысли, которые приходят в голову, или отмечать ссылки на какие-то полезные ресурсы. Так, я вернусь к вашим вопросам. Достаточно ли бесплатного аккаунта в «Канве», чтобы сделать рабочую тетрадь? Да, его достаточно. Как я говорила, просто вы убираете платные элементы и используете только бесплатные. Этот лист, как я уже говорила, платный, да. В нем платным была всего лишь навсего одна рамка. Когда я удалила, «Канва» разрешает мне спокойно скачать этот рабочий лист. Так, я дизайнер или интуитивно на основе опыта формирую листы? Я не дизайнер, я методист. Когда я работала в «Силомедии», мы делаем какие-то методические материалы, я обычно из подручных средств или ручкой на листе бумаги рисую то, как оно должно выглядеть, и потом уже отдаю это все профессиональному дизайнеру. «Канва» удобна тем, что там уже много хороших, уж с точки зрения дизайна, примеров, и я могу взять какие-то варианты. Но на самом деле для меня, да, сложно придумать что-то по-настоящему красивое из головы. Взять что-то чужое и переделать я могу. Своё с нуля придумать мне сложно. Дальше, следующий блок, который я хочу сюда добавить, это будут строчки для записи. Они в любом случае вам пригодятся. Сразу готовых таких элементов в бесплатной версии нет. То есть если мы будем искать строки для записей, нам «Канва» предложит несколько вариантов, но все они будут отмечены значком премиума. Поэтому я просто возьму самую обычную линию и прочерчу ее столько раз, сколько мне нужно. Либо сплошную, либо пунктирную, в зависимости от того, насколько насыщенно вам нужен рабочий лист. Если много нужно строчек текста, то их лучше делать пунктирными, чтобы они не так сильно визуально забивали лист. Если строчек не так много, то можно сделать их и сплошными. В отличие от нарисованных линий, это фигуры, а значит их можно редактировать, менять не только цвет, но и указать сразу нужную толщину линий. Вот здесь вот. И при необходимости переключить ее на пунктир и при необходимости добавить стрелки. Сейчас я снова увеличу масштаб. Вот я беру линию, сразу ставлю вот такого размера, как мне нужно, и теперь я буду ее копировать. Просто выделяю и нажимаю на клавиатуре Ctrl D столько раз, сколько мне нужно. Или вот здесь вот в правом верхнем углу на панели инструментов есть сразу значок дублировать. Можно получить сразу несколько копий. Я думаю, вот такого количества должно хватить. Сейчас для того, чтобы аккуратно распределить их по листу, во-первых, я выровняю их по левому краю, потому что конва копирую со смещением. Для этого мне нужна функция расположения по левому краю. А теперь я возьму одну из линий и перемещу ее в самую нижнюю позицию. То есть вот так вот. Снова мышкой выделяю все линии и в функции расположения выбираю пункт упорядочить. Сразу на равном, одинаковом расстоянии располагаются все строчки. Это намного быстрее и удобнее, чем рисовать каждую линию самостоятельно. Вот так сейчас может выглядеть рабочий лист. И при необходимости я могу написать задание, какой-то фрагмент текста, добавить вот сюда. Кстати, дублировать можно и текстовые блоки, и только их стиль. Если вы, например, используете несколько разных шаблонов и вам нужно проследить за тем, чтобы в них были одинаковые шрифты, то вы можете выделить один текстовый блок. Вот здесь вот в трех точках дополнительных элементах выбрать валик. Это копирование, форматирование, так же, как в PowerPoint. И щелкнуть на другой текстовый блок. Они будут оформлены одинаково. Итак. Вот так. И сокращу строчку, чтобы было понятно, что нужно писать вот так. Все. Как вы видите, тоже довольно быстро и довольно просто. Если у вас есть какие-то уже готовые примеры, из которых вы знаете, какие-то блоки перенесли, если у вас уже где-то на листочке бумаги составлен план вашей рабочей тетради, может быть, что-то набросано от руки, и если вы хотя бы несколько раз работали в сервисе Canva, рабочая тетрадь создавается здесь довольно быстро и просто. Давайте сразу посмотрим, как вставить активную ссылку. 55 примеров рабочих листов. Сейчас наберу. Не 55, а 35. Вот статья про рабочие тетради с примерами. Я копирую ссылку. Так, значит, у нас 35, а не 55. Переборщила. Я выделяю блок. И здесь же в дополнительном меню есть значок ссылки. Добавляю адрес веб-страницы и нажимаю применить. Сейчас она подчеркнута, потому что это ссылка. Я могу убрать подчеркивание, и тогда ссылка будет видна только по изменению курсора. Точно так же я могу, например, поставить ссылку к картинке. Вот значок ссылки. Точно так же добавляю, применяю. Визуальных изменений нет никаких, но при открытом экране рабочей тетради курсор на этом значке будет изменяться со стрелки на руку. Так, других вопросов пока нет. Идем дальше. Продолжаем делать рабочую тетрадь. Еще контентные блоки. Добавляем новую страницу. И сейчас я, например, хочу сделать здесь чек-лист. Он может быть для самодиагностики, может быть для каких-то дополнительных элементов, например, ответить правильные варианты ответа. Я скопирую уже из готового варианта, чтобы немного быстрее это у нас было. Так, вот я копирую заголовок задания и мнение. То, что мы с вами проговаривали о принципах правил работы с рабочими тетрадями. Место используется экономно, для печати не нужно много бумаги. Это, например, мое личное мнение. Сейчас я должна поставить здесь чек-бокс. Квадратик, в который ученики будут вставить галочку. Точно так же в вкладке «Алименты» я иду в раздел «Фигуры». И здесь есть просто квадраты, а есть рамки. Перетаскиваю на поле, меняю цвет и подгоняю размер так, как это мне нужно. Точно так же сейчас увеличу. Так, наверное, мелковата галочка. Вот так поставлю. Сейчас, опять же, для того, чтобы руками не писать каждую строчку, не делать каждый раз индивидуально, я применю быстрые вот эти вот функции. Выделяю чек-бокс и текст. В первую очередь я их группирую, чтобы они воспринимались как один элемент. И точно так же дублирую несколько раз самую нижнюю строчку, перетаскиваю в самую нижнюю позицию, там, где она должна располагаться. Например, вот здесь. Выделяю все вот эти вот сгруппированные блоки, расположение, упорядочить. Все, они сразу встали так, как нужно. Подобегаю, выравниваю. Теперь я могу просто два раза кликать на любой текст и редактировать, вписать здесь так, чтобы были разные варианты. Я написала бы здесь и правильные варианты, и неправильные варианты. Чтобы можно было отмечать, возможно, добавила бы пару пустых строчек для того, чтобы студенты могли написать свое собственное мнение, предложить свои собственные варианты. Так. Пока нет вопросов. И еще одно упражнение. Здесь снизу, в принципе, достаточно места для него. По моему мнению, когда идет занятие, когда преподаватель что-то рассказывает, хорошо, во-первых, конспектировать в отдельных блоках для этого, может быть, в виде интеллект-карты, может быть, в виде какого-то алгоритма. Если нет необходимости конспектировать, хорошо работает бинго для того, чтобы ученики не отвлекались во время занятия. И еще хорошо работает такое упражнение, когда нужно подписать какие-то элементы. Например, подписать что-то на карте. Например, вот здесь вот в конве. Если возьму какой-нибудь элемент. Вот эти вот функции, которые не всегда видны, которые редко используются, я предложу студентам подписать их на изображение. Я сделала скриншот, добавила, и могу написать здесь текст задания, который предложит студентам подписать, что это за функции и для чего они нужны. Так, не функции, а инструментов. И варианты их использования. Например, не все, кто начинает работать в конве, знают о том, что можно копировать форматирование и таким образом довольно быстро изменять дизайн текстовых блоков или, например, быстро перекрасить все какие-то иллюстрированные элементы. Точно так же функция замка позволяет заблокировать какой-то элемент. Например, если у вас не просто белый фон, а что-то лежит в качестве цветной подложки, для того, чтобы случайно его не сбить. Или, как это часто бывает, когда вы используете рамку для фотографий, фрейм для фотографии и добавляете новую картинку перетягиванием на рабочее поле конвы, то при этом фотографии в первую очередь пытаются встать в рамку и заменить ту, которая там уже есть. Можно нажать на замочек, заблокировать, и этих изменений происходить не будет. Итак, вот четыре блока для добавления информации. Скриншот я сделала средствами компьютера. Это у меня функция OneNote, которая позволяет вырезать в какую-то часть экрана. В каком формате сохранить тетрадь, чтобы ссылки оставались активными? Естественно, в PDF. Это основной формат всего, что потом будет в дальнейшем распечатываться. Вот сейчас я делала рабочую тетрадь так, как мне удобно. Естественно, мне удобнее видеть перед глазами целый лист и работать на нем. Но Canva не очень удобно в плане масштабирования. И поэтому, если вы делаете рабочие листы в Canva, у вас, скорее всего, элементы будут довольно крупными. И это, скорее, отвратит ваших студентов от именно распечатывания рабочей тетради, если это требуется. Поэтому прежде, чем готовить файл для распечатки, я выгружу вот эти вот две готовые страницы. То есть мне нужна вторая и третья страницы. Первая – это чужой шаблон. И в типе файлов я выбираю вариант PNG или JPEG. Скачивая их. И сейчас я создам в Canva новый документ. Я могу взять вариант с настраиваемым размером и записать в него 29,7 на 21 сантиметров. Или набрать вот здесь вот в шаблонах. Есть документ. Так. Документ должен быть горизонтальной ориентацией. Не хочет так искачать. Сейчас я точно скажу тогда его название. 29,7 на 21 сантиметров. Пожалуйста. 29,7 на 21 сантиметров. Вот лист. Он называется «Лист. Альбомная ориентация». И в него добавлю те страницы, которые я сейчас скачала. Подгоняю размер. Они будут занимать, естественно, ровно половину места. И вот теперь эти материалы я могу скачать уже в формате PDF для печати. Если у вас есть активные ссылки, то такой вариант не подойдет. Если вы скачиваете картинками, то активные ссылки не работают. И если вам нужно их сохранить, то самый разумный вариант – это добавлять их вот уже на этом этапе. То есть добавить какой-то сверху элемент и к нему прикрепить активную ссылку. То есть точно так же, например, я дублирую значок «Канвы», помещаю его сверху и прикрепляю уже к нему ссылку. Если вы не предполагаете, что студенты будут печатать, если достаточно электронного вида, тогда этот этап вы можете пропустить и уже предложить рабочую тетрадь в электронном виде. Как вы знаете, если вы разрабатываете на мобильном телефоне, то, как правило, на всех последних версиях Андроида можно этот документ в формате PDF открыть в заметках и писать поверх него. Неважно, стилусом, пальцем или просто набирать текст клавиатуры. Но рабочую тетрадь в электронном формате можно на мобильном телефоне заполнять через функционал заметочника. Если распечатывать в PDF, на рабочих листах нельзя будет печатать. Ну да, рабочая тетрадь, если вам распечатана в виде, она для заполнения от руки. Если печатать, то вот вариант на мобильном телефоне или, например, через функционал компьютера, через какие-то программы. Но если, например, нужно сразу в PDF делать редактируемый с полями для ввода, и это тогда делается не в конве. Если вы собираете, например, в платной версии Акробата, PDF-документ, то там прямо можно предусмотреть поля для ввода, где в любой программе ученики смогут набрать свой текст. Но это уже совершенно другой подход. Лист можно горизонтально располагать, если да, как его ровно пополам на экране поделить. Когда вы работаете в конве и перетаскиваете элементы, там появляются вот такие розовые линии, они подсказывают расположение элементов. И точно так же линия показывает середину элемента. Возьмите просто, например, любую фотографию и поставьте ее так, чтобы она отсекла половину листа. Но вот можно сделать так, как я сделала, просто каждую половину странички сверстать отдельно, а затем перенести и в другой лист. Вообще, в принципе, давайте я снова включу демонстрацию экрана. Вот на этом этапе вы можете не выкачивать изображения в формате PNG или JPEG. Вы можете в новом документе уже с горизонтальной ориентацией просто их воспроизвести через копирование. То есть у вас сразу открыты две вкладки. Вы из одной копируете элементы и в другую вставляете. И она сразу займет свое место. И точно так же вот сюда выделила все, копировала, вставила и пододвинула на свое место. Немножко они крупноваты, придется уменьшить. Если вы будете вот так вот копировать и переносить, то можно сначала сгруппировать для того, чтобы ничего из элементов не потерялось. Так будет проще и спокойнее на самом деле, чем потом уже подгонять на листке. Проще перенести как отдельный блок элементов. Вот так. Так, я не знаю, насчет черного экрана вроде бы было видно. В любом случае на записи вебинара, на Ютубе это все будет, должно нормально записаться. Итак, давайте еще пробежимся по порядку работы. Можно начать с того, что вы находите готовые рабочие листы, выбираете подходящие элементы. Для этого достаточно ввести запрос «Рабочий лист». В камне много примеров и вариантов. Выбираете подходящие вам какие-то элементы и собираете их в одном совершенно стандартном документе А4. Вам, скорее всего, пригодятся блоки «Места для записи», «Списки», «Тесты», «Чек-листы», «Задания», «Упражнения». Вот очень интересный вариант с картой, обратите внимание. И, может быть, какие-то игровые элементы, если вы их используете на своих занятиях. Компонуйте элементы, пишите текст, настраивайте шрифты и цвета. Вот так и вот так. Затем, при необходимости, вы можете скачать их как рисунки, вставить в новый файл А4, только уже горизонтально, и приготовить для печати. Вот это все этапы, они есть в презентации, и вы это сможете увидеть. Вот то, что может получиться в итоге. Так, а с помощью каких источников можно освоить базовые функции компании, продвинутому пользователю? У конвы есть блог, собственный блог, где все новые функции, все базовые функции довольно подробно расписаны. Это выглядит как статья с текстом и со скриншотами. Все на русском языке, довольно легко разобраться. Попробуйте начать с блога, и, в принципе, для начала работы это более чем хватит. Спасибо, Виктория, за отзыв. И я хочу сразу рассказать вам, что в нашем треке по переупаковке информации следующие три вебинара будут посвящены теме квеста. Не обычного квеста, как мы его представляем, передвижение по станциям, а квеста и учебного, информационного квеста с подачей образовательного контента. Мы начали с видео, прошли через презентацию, через рабочие листы, и теперь мы переходим к игровым способам переупаковки информации. Следующий вебинар будет в апреле, он будет посвящен информационному квесту, дальше будет по веб-квесту и последний по дедуктивному квесту. Я буду рада всех вас видеть на занятиях. Так, да, Canva присылает про новинки, и они очень хорошо работают над инструментами, много интересных вариантов, много функций. Например, когда стало популярно делать и графику, и элементы для социальной сети в двух цветах, да, дуатон, они добавили этот инструмент, можно любую фотографию легко перевести и вот в такой стильный вид. Это очень удобно, если вы не умеете делать цветокоррекцию, так же, как я, не умеете делать фотографию более яркой и выразительной, просто встроена функция, по-быстрому перевели ее в дуатон, и все красиво и аккуратно. Так, ссылки на следующие вебинары есть на страницах Директ-Академии, есть в Фейсбуке. Спасибо вам за такую активную работу. Мы обсудили важные, довольно важные вопросы, и то, о чем вы говорили, те варианты действий, правил и принципов рабочей страницы, которые вы подсказывали, для меня тоже будут очень и очень полезны. Ну что ж, я с вами прощаюсь, передаю слово Татьяне Викторовне, которая, я думаю, расскажет вам и про запись, и про сертификаты. Продолжение следует...